Сегодня у нас третья буква VASIDI, isolation, но с точки зрения более формальной теории, то есть вот прошлый раз было чуть менее формально, сегодня более формально. Чтобы подобраться к более формальному, нужно вернуться вот к этой истории с Бодеревым, когда у нас есть некая структура данных и три конкурентных процесса, не обязательно, 3N, с ней работает. То есть мы говорили о том, что один процессор мог бы брать какого-то вида блокировку. И договорились до того, что он мог бы брать блокировку на блок. Как эта блокировка могла бы выглядеть, блокировка на один блок? Мы собираемся писать блок или работать с блоком, его менять. Мы взяли блокировку, прочитали блок в оперативной памяти и произвели изменения, записали, опустили блокировку. Это называется физические блоки, физические блокировки. И то, о чем мы будем говорить, это вообще не про это. Сейчас попробуем разобраться, почему. То есть вот какая тема изоляции, о которой мы будем говорить, она вообще не про такого рода блокировки. Но эти блокировки нужно держать в уме для того, чтобы понимать, почему возникает сама проблема. То есть как возникает проблема того, что я называю логической консистентностью, то есть логическими блокировками или в целом консистентностью транзакций. Вот даже если у нас есть такого рода физические блокировки, у нас могут происходить интересные аномалии, когда транзакция выполняет более чем одну операцию. То есть предположим, что мы... Вот наиболее удобная история для понимания того, что может происходить. Это вот такие вот таблички, которые, если вы будете гуглить саму тему, попросите реализуемость транзакций, вы увидите в куче видео. Значит, представим себе, что у нас вот есть простая табличка, табличка, которую мы выписываем в действие транзакции. Т1 и Т2. Т2. Значит, это действие одной транзакции, а вот так вот идет премия у нас. Вот представим себе, что у нас транзакция сама по себе, она делает очень простые вещи. Значит, сначала она читает. Вот есть определенная аннотация, которую я здесь ввожу. Что есть, мы обозначаем чтение R, read. Здесь мы указываем идентификатор транзакции. В скобочках мы указываем, что мы читаем. Допустим, x, y – это какие-то значения базы данных, какие-то строки. Вот, читает x, пишет y. Вот такой фрагмент называется расписанием. Соответственно, вот в этой табличке мы можем его также и написать. R1, x, а потом V1, y. А здесь у нас транзакция вторая, она делает R2, y. R2, y. V2, z. Вот представим себе, что у нас есть вот такая история. Мы говорили о том, что у нас есть некие физические блокировки. Соответственно, что будет происходить на уровне физики. Вот для того, чтобы выполнить эту операцию, мы вернемся в наше дерево, заблокируем в какой-то момент блок, прочитаем его. Операция закончится, мы лок на этот блок отпустим. Потом мы будем работать из этой транзакции, с этим блоком, никаких проблем. Прочитаем, блок отпустим. Потом этот блок для z мы прочитаем, перезапишем z, отпустим. И в конце концов, то же самое произойдет с блоком для y. То есть с точки зрения физических блокировок все пройдет совершенно замечательно. А теперь с точки зрения, так сказать, того, какую семантику это может иметь. Вот такого рода чтение записи, абстрактное. Допустим, мы в y храним транзакционный баланс. Да? Значит, вот, ну, наверное, правильнее вот так, наверное. Сюда все-таки ry. Сейчас я что-нибудь сконтрессорирую, я это из головы беру, поэтому у меня может прям реальный пример не сойти. Допустим, вот, просто по сути, давайте сначала попробуем. В y мы храним некий транзакционный баланс. Мы сначала прочитали этот транзакционный баланс, и потом сделали какой-то... Ну, давайте совсем уж, блин, по-дубовому сделаем, сюда y напишем. Вот просто вот все тривиально. Они делают одно и то же эти транзакции. Они читают этот транзакционный баланс, потом его обновляют. То есть нет у нас овердрафта, замечательно, делаем списание. Так? Вот с точки зрения физических событий эти все транзакции прекрасно завершатся, да? А с точки зрения логического результата мы получим какую-то фигню. То есть у нас произойдет так называемый lost right, потерянная запись. Вот эта запись y, она будет потеряна, потому что мы прочитали y на основании каких-то там своих соображений. Вычислили новое значение этого баланса, его записали. И здесь произошло то же самое. Понимаете, да? Значит, и обратите внимание, что вот эти чтения записи и те чтения записи, которые вам показывали в дереве, это не совсем те же самые чтения записи. Потому что в дереве мы, например, читаем блок просто в оперативную память, просто для того, чтобы его видоизменить. То есть у нас нет способа прямо in place там, чтобы блок поменять. Нам все равно нужно его прочитать сначала. Но вот это чтение, которое необходимо для записи, оно вот здесь присутствует. То есть здесь будет еще одно чтение. То есть это не то же самое чтение, это разное чтение. Понимаете? Давайте еще раз вернемся. У нас есть вот это дерево. Вот. И мы над этим деревом выполняем вот эту операцию. Для того, чтобы ее выполнить, мы читаем вот этот блок в оперативную память, в оперативной памяти его меняем, и потом записываем. И физической блокировкой мы предотвращаем других подобных писателей от того, что будет blind write. Так? Вот этот вот. Не blind, а lost write. Но уже физический lost write целого блока. Например, вот этот другой парень, он может вообще другое значение в блоке модифицировать. То есть у меня вот какой-то другой процесс. Он вообще работает с Z. Допустим, здесь Z. Но так случилось, что Y и Z лежат в одном блоке. Да? Тогда физически они будут конфликтовать, а логически они не конфликтуют. Значит, и вот физические блокировки нужны для того, чтобы обеспечить саму целостность структуры B-дерева, а логически нужны для того, чтобы обеспечить консистентность транзакции. То есть, а теперь мы давайте попробуем даже не консистентность, а изоляцию транзакций друг от друга. Давайте теперь попробуем разобраться, в чем эта изоляция состоит. Вот что значит изолировать транзакции друг от друга? Была лекция в предыдущий раз, кто-то смотрел видос, остальным придется придумывать. Ты сейчас заумничаешь. Вот реально, вот на уровне, это самое, на уровне просто интуиции. Вот мы хотим изолировать две транзакции друг от друга. Что это значит? У нас же какая цель, потребительская цель какая? Независимые друг от друга. Ну это что? Ну они зависимы или независимы? Что это значит? Ну раскроем мысли. Ну то есть, когда одна из транзакций первая, допустим, изменила, опять изменение, не видела бы вторая транзакция. Вот так? Не видела, ну блин, видела, ну да, ну в принципе да, но как-то можно проще и... Ну вот если первая транзакция начала что-то делать, и в этот момент начала работать вторая транзакция, но первая транзакция еще не закончила делать, то как бы вторая транзакция не может, должна взять как бы это значение, которое еще не исправлено первым транзакциям. Опять говорите про multiversioning. Я хочу совсем на интуитивном уровне. Вот смотрите. Ну независимость, да, но на... Что я хотел бы услышать, чтобы я, мне кажется, правильно сказал, с точки зрения потребителя, потребителю, как бы работающей с информацией, необходима иллюзия эксклюзивности. Он хочет работать с информацией так, как будто он с ней работает один. Это первая его иллюзия, да, то есть он один, единственный, и эту информацию меняет. Это самое простое. Если мы не можем, значит, добиться эксклюзивности, да, то есть мы понимаем, что информацию меняю не только я, но и еще какие-то другие участники, то потребитель стремится, опять же, к иллюзии некой последовательности змеи. Он хочет у себя в голове иметь четкое представление, что сначала произошло одно событие, потом за ним произошло другое событие, да. То есть, допустим, сначала у нас мне начислили зарплату, потом я, значит, расплатился карточкой, да. То, что там под капотом оно могло происходить вот так вот вообще одновременно, его как бы не должно волновать, да. Потому что какие-то физические действия. Или, допустим, у меня идет несколько списаний. За раз я привык видеть эти списания как бы вот в виде отчета, да, что оно одно за другим, и у меня каждое списание уменьшает мой баланс, и я вот и увижу эту иллюзию. По сути, это иллюзия. Потому что, ну, эти события, они, ну, как бы какая-то история. Мы вот привыкли работать с информацией в таком вот историческом ключе. Мы понимаем с вами, что, в принципе, время там бежит не одновременно, да, не одинаково. Что то, что вот мы сейчас с вами разговариваем, если там через вот это вот все преобразование скорости света трансформирует, то это вообще хрен знает, чему соответствует где-то на Альфа-Центавре, да. Ну, вот серьезно. Ну, вот мы привыкли, что у нас время лежит равномерно, последовательно. Вот, и эту задачу мы, собственно, пытаемся решить. То есть мы хотим сделать так, чтобы с точки зрения вот, как бы, вот в этом состоит изоляция. Мы хотим сделать так, чтобы вот эта транзакция, она, как бы, работала с базой данных в неком эксклюзивном ключе. То есть, чтобы ее действия не прерывались, в них не вмешивались никакие другие участники. Теперь, значит, каким образом мы можем эту иллюзию реализовать? В российском случае мы можем брать такой глобальный лог на всю СУБД, да, пока работает один участник. Это вот физически, это называется, ну, вот, это строго последовательное по-русски говоря, английский термин вылетел из глаз, строго последовательное выполнение неких операций, да. Для этого есть целый термин, вот что мы физически обеспечиваем последовательное выполнение. Теперь мы можем сказать, что, смотрите, если один пользователь работает с одним множеством данных, а другой работает с другим множеством данных, то в целом нам, наверное, не надо их разграничивать, потому что они все равно данные друг друга не видят. То есть у нас появляется вот тот же принцип, что мы на бодерево видели, на уровне блоков. Мы можем было отдельные блоки. Теперь мы можем еще схитрить. Вот то, что вы уже знаете, вот эту хитрость, которую мы применяем. Мы одному юзеру подсовываем старую версию, допустим, в свою какую-то информацию. Сохраняем ее чисто для него. Либо мы можем схитрить так, что если пользователь работает с одними и теми жалами, но их только читает, то мы можем позволить одновременное чтение. То есть это все на уровне интуиции не нарушает нашу концепцию именно последовательного выполнения. Если они одновременно даже читают, то все равно можно сказать, что это то же самое, что они читают последовательно. Один строго прочитал, а потом другой. Потому что они прочитают одну и ту же информацию. Вот этот эффект, именно для того, чтобы вот такого рода чисто понятийную историю формализовать, существует так называемая теория расписаний, и вся теория изоляции транзакций, она строится вокруг этой теории расписаний. То есть мы что делаем? Мы вот такие вот штуки, действия пользователей, вот в таких таблицах, допустим, да, вот есть какое-то реальное время, которое здесь тикает. Один, два, три, четыре, да, это какие-то моменты времени, секунды. Мы в соответствии с этим реальным временем пишем историю выполнения нескольких транзакций. Эта история образует расписание. То есть вот какое будет расписание для этой, значит, R1Y, R2Z, R2Z, R2Z. Понятно, почему V2, да? Потому что V2 произошло в момент 3, и потом V1Y. Понятно. Вот это называется история. Теперь, эта история, она последовательна или нет? Транзакции в этой истории идут последовательно или нет? Нет. Но, но, смотрите, мы видим, что здесь это разные значения, поэтому в целом, с точки зрения пользователя, мы можем сказать, что это расписание, оно, в принципе, такое же, как если бы транзакция T1 сначала началась и закончилась целиком, а потом транзакция T2 началась и закончилась целиком. Какое будет последовательное расписание для этой истории? Ну, Т1. Нет, нет, вот, вот расписание. R1. Y. Ну да, Y, потом W1. Y, потом R2Z и W2Z. Это будет последовательное расписание. Теперь, вот, смотрите, теория сериализуемости, да, она как раз и говорит о том, что у нас существует некое последовательное расписание, к которому мы наше расписание можем привести. И это будет, как бы, эквивалентное приведение. Что такое эквивалентное приведение, мы сейчас разберем. То есть, вот, какие приведения эквивалентны. Вот сейчас интуитивно мы понимаем, что это эквивалентные, ну, эквивалентные две, ну, как бы, расписание, два эквивалента в каком-то смысле, да, то есть, с точки зрения пользователя. Сейчас мы это более формально, да? То есть, вот, и суть сериализуемости состоит в том, что у нас есть какое-то произвольное расписание, которое намешано черти как. Там, операции намешаны черти как. Пользователи работают с базой данных в произвольном, в удобном им порядке. И в дальнейшем мы говорим, что да, но тем не менее оно сериализуемо. И существует некая сериальная история. Соответственно, мы разрешаем такого рода работу. Понятно, да, теория? Пока нет? Да, отлично, мне надо кивать, да, извините. Значит, поехали дальше. Вот, собственно, теперь давайте, значит, посмотрим, как мы можем формализовать эту сериализуемость. В целом, понятно, что операции одной и той же транзакции, они с собой конфликтовать не могут. И в целом, как бы, вот, вообще там само понятие конфликта, оно определено только для двух разных транзакций, да? То есть, двух разных пользователей. То есть, наша задача изолировать пользователей, поэтому определяем. Соответственно, какие, какого рода могут быть, в принципе, взаимодействия между, по данным, между разными транзакциями? Они могут читать разные данные, тогда этот конфликта, очевидно, нет, да? Пускай себе читают. Они могут читать одни и те же данные, тогда тоже конфликта нет. Дальше может быть разный порядок. Может быть, ну, конфликт. Они могут писать одни и те же данные. Транзакция 1 может читать, транзакция 2 может писать. Транзакция 1 может писать, транзакция 2 может читать, да? То есть, три из четырех у нас являются комбинацией конфликтующими. То есть конкретно R1x, V1x конфликтует, ой, sorry, V2x конфликтует, V1x, R2x конфликтует, значит, V1x и V2x тоже конфликтуют. Ну, в любом порядке в данном случае. Вот, то есть запись с записью конфликтует. То есть, смотрите, что здесь важно. Здесь важно понимать, что эти события, они произошли в разное время. Каждое событие, оно происходит в свое время. За счет этого, собственно, возникает конфликт. Теперь, значит, смотрите, один из способ приведения некого сериализуемого расписания к сериальному, за счет этого проверки его сериализуемости, это перестановки в расписании. То есть у нас есть некое расписание, которое я здесь нарисовал, написал 1x, R2y, V1x, V2y. Вот у нас есть такое расписание, и мы можем приводить его к сериальному через перестановки. Перестановки допустимы, если мы переостанавливаем неконфликтующие операции. То есть, вот смотрите, R2y с V1x конфликтует? Нет, да? Соответственно, теоретически мы можем вот так вот поменять местами. И тут же мы получили сериальное расписание. Понятно, да? Но мы, допустим, предположим, что здесь другое расписание у нас написано. Наша любимая R1x, R2x, V1x, V2x. Здесь у нас, извините, не переустанавливать, потому что у нас есть конфликт, который я обозначил ранее. То есть сразу видно, что вот это, в том числе вот на этом месте, да, то есть мы можем, даже когда работа смотрим на расписание, мы можем вот один из способов работать с расписанием, это вот таким образом свопать, свопать, свопать ментально, пока не находишь этот конфликт. Ну и сейчас это понятие еще чуть более формализуем дальше. Давайте просто я хотел бы эту тему, чтобы вы досконально понимали, чтобы мы просто разобрались еще с тем, собственно, почему мы все-таки обязаны, вот, допустим, вот это обозначать как конфликт. Почему вообще вот это конфликт? Вот можно мне как-то своими словами, опять же. Почему мы считаем, что это, ну, недопустимо? Нет, мы не потеряем информацию, мы прочитали старое значение, но мы его, как бы, мы не потеряли эту информацию, то есть это не потеря, это... Мы можем основывать свои выводы на старой информации, да? Но мы же не факт, что основываем. Вот я вам приведу пример такой. Допустим, у меня транзакция. R1. Вот реально происходит следующее. Значит, R1X. V1X. Значит, Сейчас. Потом. V1X. Здесь у нас... Ну... Это формально здесь же конфликт, да? Ой, sorry, V2, конечно. V2. Здесь же конфликт, да? Ну, есть, транзакция конфликтует? Или не конфликтует? В таком вот строго подпайке. Ну, вот в таком порядке, да. Ну, да, она конфликтует. Потому что, ну, во второй предполагается, что... Почему они конфликтуют? То есть, здесь нет никакой записи. Вот нам интуитивно... С записью нам интуитивно понятно, да? Когда там... Что мы основали, да, и вот с балансом, да, весь пример с балансом. А здесь? Ну, надо привести пример из реальной жизни, который бы демонстрировал вот вашу работу с информацией, да, что здесь это вот как бы нам кажется, что неправильно. Такое расписание пропускать нельзя. Вот почему? Вот я хочу. Давайте разрешим, пожалуйста. 1, 2, 3. Наш любимый момент времени. Это Т1, это Т2. Вот у нас такая таблица, чтобы было абсолютно понятно, что реально здесь происходит. Вот у нас есть одна и та же база данных. С ней одно и то же, блин, значение. Два пользователя пришли. Один пользователь два раза записал, а этот один раз прочитал. Нужно такое допускать или нет? Это нормально? Ну, что страшного-то? Ну, прочитал. Понятно, почему плохо. Он прочел уже, это уже записал. Он прочел, вот это записал. Что в данном случае прочитает этот пользователь? Это что? Вот это значение, да? Да. Это хорошо или плохо? Ну, ну, это... А почему там же до этого... Мне кажется, это хорошо. Правильно. Это, конечно, неплохо, я согласен. Но все-таки по какой-то причине это запрещено, да? Я еще хотел предыдущий считать. Да. То есть, смотрите, в чем проблема. Время времени, тот уже закончил. Да, он закончил. Вот строго у нас на самом деле физические блокировки гарантируют. В чем тогда проблема? Проблема в семантике транзакции. То есть, смотрите, мы говорим, что в конечном итоге мы хотим создать некую историю, в которой каждый пользователь хотя бы видит базу данных, да? Как-то эксклюзивно. То есть, он как бы... У него есть ощущение того, что он один в этот момент времени работает с базой данных. Здесь это ощущение нарушается, потому что он читает данные, которые не соответствуют ни одной границе транзакции. То есть, вот она, моя транзакция целиком, да? Вот эти данные, они грязные, они не закомиченные. То есть, он как бы... Это промежуточное значение, понимаете? Его не существует в сериальной истории. В сериальной истории у нас существуют только эффекты, как бы, ну, грубо говоря, сводный баланс транзакции. То есть, я могу здесь 10 раз написать V2X, а в конечном итоге у меня последнее значение только окажется, когда транзакция завершится в сериальной истории. А здесь вот этот чувак, он прочитал... Это Redon, не транзакция, да? Но он прочитал... Значит... Прочитал грязные значения. Теперь другой пример. А вот так. Ну, у нас не сохранится тогда вот это что-то. Ну, мы же его перезапишем, потом транзакция... Да, ну и что? Оно и так не сохранится. Существует же сериальная история, которая его сохранит. Сначала вот эту транзакцию целиком не сохранит. Прошу прощения, существует же такая же эквивалентная сериальная история. Не находите? Ну, получается, что он начал это делать позже, чем... Ну, как вот... Концентация вторая, наверное, началась раньше. Вот. Но... Кончилась позже, ну, как бы, не просто раньше. Смотрите, а здесь я вам привожу пример того, что конфликт, который я определил таким вот образом, это не эквивалентно... Наличие такого рода конфликта между транзакциями не эквивалентно тому, что не существует сериальная история для них. Окей, мы чуть позже более подробно... Понятно или нет? То есть, вот смотрите, здесь сериальная история существует. Она состоит в следующем. V1x V2x V2x Почему эта история сериальная? Потому что вот этому парню ему абсолютно все равно, что вот этот чувак написал. Можно его поставить за ним? Да? Ну, раз x. Общая, как бы, и для тренинга. Нет, не потому, потому что он x не читает. Соматически он x не читает. Да, это так называемый blind write. Вот это слепая-слепая запись. Я не читаю, я пишу что-то. Давайте, к этому примеру мы еще вернемся. Он перезапишет, давно не в случае. Перезапишет. Перезапишет. В конце концов у нас появится вот это вот значение от момента 3. С тем же успехом мы, кстати, можем его вот так, наоборот, поменять. Нам главное, чтобы у нас это было... Какой-то был порядок, да? Какой-то. Ну, вот здесь фактически, вот соответствующий этому порядку, это порядок, когда вот этот парень последний, потому что вот он в момент 3 был. Я думаю, что я вас с этим смутил немного. Ну, мы вот, вот этот так называемый класс и расписаний, давайте еще немножко сюда копнем. Вот мы рассуждаем про какое-то там чтение и запись абстрактная. Давайте порассуждаем про как бы нашу, как сказать. То есть, понятно, что любые практически операции работы с данными можно привести к чтению данных и записи данных. Но у нас бывают операции, которые для нас имеют вполне понятный смысл, но не являются там непосредственно чтением или записи. Например, прибавление или суммация, или добавление множества элементов во множество. Вот это эквивалентно на самом деле. То есть, все работы, все алгебраические штуки, когда мы делаем с данными, это необязательно представлять в виде чтения и записи. Значит, смотрите. Допустим, у меня в базе данных хранится счетчик людей на митинге. Так? Значит, я раздал каждому полицейскому мобильное устройство, в котором он нажимает, когда нужно, когда проходит человек. Так? Значит, что я могу совершенно спокойно сделать? Чтобы мое мобильное устройство посылало в базу данных информацию о том, что прошел человек. То есть, плюс один, инкремент. Да? И тогда мне, в принципе, нет операции чтения записи. У меня есть куча инкрементов, которые я в каком угодно порядке могу складывать. Абсолютно. Да? Они в каком угодно порядке могут приходить, и я в каком угодно порядке могу их складывать. И у меня все равно получится консистентный результат. Если я всю эту распределенную систему реализую с помощью чтений и записи, то есть, у меня каждый там по на мобиле полицейского сначала будет читать из базы данных, потом складывать на клиенте, да? А потом писать новое значение, туда мне нужна транзакционная целостность, да? Вот это вот самое. То есть, он должен будет стартовать транзакцию, читать значение на клиент, там что-то с ним делать, потом в конце транзакции писать значение в СУБД и коммитить транзакцию. И тогда база данных определит мне, что это изолированный, каждая операция из подсчета, она изолирована. А есть другой подход, да? То же самое у нас с добавлением элементов во множество. Предположим, что база данных хранит просто, там, я не знаю, ну, например, это база данных населения Российской Федерации. Да? Значит, понятное дело, что у нас есть смерти. Но с точки зрения базы данных мы смерть можем представить, как некое событие, которое произошло с человеком. В этом случае у нас база данных тоже содержит только, ну, входящие в нее события. Понимаете? То есть, мы, когда говорим об изоляции, мы формируем некую модель, в которой мы работаем. Она универсальна. Через нее можно сделать и eventual консистенция, о котором я вам сейчас рассказывал, да? И строгую изоляцию. Но модель введена для того, чтобы, так сказать, упростить рассуждение о неких свойствах базы данных, о которых мы сейчас поговорим. Да, это я уже все рассказал. Я, как всегда, рассказываю, не переключая слайды, потому что нужно сделать так, чтобы слайды соответствовали полноте изложения, но, к сожалению, этого пока нет. Значит, смотрите, вот, опять же, вы уже знаете достаточно много и понимаете, что есть разные способы вот это обеспечение этой изоляции. Один из таких способов – это сделать так, чтобы у каждого пользователя был, например, свой слепок базы данных. Он, например, чтение мог делать из своего слепка. Мы сейчас говорим о том, что этот механизм отсутствует на данном этапе. Почему он не всегда помогает, мы будем говорить позже. И утверждается, что вот если такого рода механизм отсутствует, если мы работаем с одними и теми же данными, то способ обеспечения вот этой вот самой изоляции, да, один из способов обеспечить отсутствие конфликтов между разными транзакциями, а конфликты мы определили, конфликт между чтением и записью, записью и чтением и записью-записью, да, любого вида. Это использовать подход, который называется двухфазным блокировками. Принцип двухфазной блокировки состоит в том, что, вот, смотрите, он понятен вам должен быть уже из названия, наверное, да, но иллюстрацию можно сделать следующим образом. Вот, когда мы говорили о блокировках B-дерева, вот это время, T, это наличие или отсутствие лока, да, то есть у нас некая дискретная функция. Вот, когда мы блокируем B-дерева, то мы, как бы, берем лок, держим, отпускаем. Берем лок, держим, отпускаем. Так, в двухфазных блокировках каждый логический элемент, сейчас я здесь перерисую чуть-чуть график, это количество локов транзакции, то есть N-локс. Мы взяли лок на x, в дальнейшем мы этот лок не отпускаем, мы начинаем работать со следующим элементом, мы берем на него лок, если транзакция читает еще элементы, мы берем на него лок и не отпускаем до тех пор, пока мы вообще собираемся работать с какими-то новыми элементами. То есть, когда мы уже закончили выполнение транзакции, у нас, условно говоря, такое может быть либо обрывистое, либо, не принципиально важно, постепенное отпускание локов. Главное, что эта функция, она имеет две четких фазы. Фаза накопления и фаза отпускания. Это вот двухфазные блокировки. И, собственно, вся дальнейшая наша встреча посвящена тому, чтобы показать, почему двухфазные блокировки обеспечивают нам сериализуемое расписание. Вот просто попытайтесь это осознать. Не сериальные, а сериализуемые. То есть, они нам обеспечивают, с одной стороны, достаточно высокую долю конкурентности. Мы сейчас разберем, какую. Да? У нас может быть много параллельных транзакций, работающих даже с одними и теми же данными. А с другой стороны, вот такой подход к блокировке нам гарантирует, что эти параллельные транзакции в итоге формируют некое сериализуемое расписание. Расписание, которое вот такими вот перестановочками можно привести. Понятно, зачем это надо, да? То есть, мы можем с помощью такого простого подхода реализовать достаточно высоко конкурентную СУБД. Прекрасно. И сейчас мы попробуем эту штуку доказать. Доказать, что двухфазные блокировки позволяют нам создавать сериализуемое расписание. Для того, чтобы это доказать, мы, значит, воспользуемся таким механизмом, как граф сериализуемости транзакций. Сейчас мы его попробуем нарисовать. Доказать. Доказать. тут с примерами всегда такая подстава что если ты из головы то получается ерунда поэтому я попробую не из головы значит смотрите транзакция 1 читает y читает читает x читает y пишет x транзакция 2 читает y читает пишет y пишет z транзакция 3 читает z пишет z пишет x вот смотрите для того чтобы понять есть один из механизмов которые позволяют нам понять значит наличие конфликта между транзакциями это обнаружение как бы не перестана не переставляемых пар до в расписании мы его рассмотрели второй способ который позволяет обнаружить конфликты это построение так называемый графа сериализуемости собственно как он строится мы для на график в первую очередь создаем вершины для трех транзакций т1 т23 то есть сколько у нас транзакций только у нас вершин дальше мы смотрим на расписание то есть граф строится для расписания тут кстати есть очень важная история что смотрите как вы думаете добавление транзакции в расписание может привести к тому что расписание не сериализуемо ну да но очевидно да то есть она может что-то другое писать это транзакция который мы добавили да а добавление ридон и транзакции в расписание может привести к тому что она не сериализуемо то есть той транзакции которые дали делать только чтение тоже да я вам приводил пример три секунды назад да вот соответственно само понятие сериализуемости то есть как бы практически любое новая транзакция в расписании который где-то сбоку идет может менять сериализуемость вообще всех остальных транзакций то есть когда мы добавляем новую транзакцию мы меняем весь граф целиком потенциально мы сейчас это вот проиллюстрируем это тоже станет интуитивно понятно когда мы граф нарисуем значит как мы в графе рисуем вершины смотрите мы начинаем процессинг вот этой вот таблицы с самого первого значения то есть мы идем сверху вниз берем первую операцию и находим операции в таблице с которыми она конфликтует если есть конфликт то мы строим вершину из более старой в более новую транзакцию то есть данном случае вот это было первой отсюда сюда грубо говоря куда-то вот смотреть x вот например сюда да вот видите конфликт погнали давайте подсказывайте значит rx конфликтуется t3 нарисовали вершину дальше следующее rz rz где-то есть в райдзет да т2 да значит из т3 в т2 r2 rz в райдзет в райдзет понятное дело что транзакция сама с собой не конфликтует еще вот кстати к перестановках я вам не упомянул что мы конечно же никогда не перестанавливаем запись одной и той же транзакции друг с другом этого мы делать не можем хотя они не конфликтуют мы не перестанавливаем здесь конфликта нет на перестановку нету не может быть но вот здесь wz мы смотрим с rz он не конфликтует естественно вот с этим хвостом он конфликтует вот с этим когда конфликтует вот wz а нет вот wz да то есть из т3 в т2 но из т3 в т2 у нас уже есть одна вершина поэтому мы скипаем поехали дальше r y r y r y ни с кем r y из т1 в т2 но в т1 т2 нет еще r y так мы дошли до сюда в райдзет ни с чем да в райд x конфликтует с этим в райд x на вот он вот этот райд x конфликтует значит из т3 в т1 дальше в райдзет ни с чем не конфликтует рад x ни с чем не конфликтует в итоге вот эта штука называется графом сериализуемости и на самом деле 2пл-теорема гарантирует отсутствие такого рода циклов в графе сериализуемости то есть доказательство 2пл-теорема она состоит в следующем начало мы доказываем что если в графе сериализуемости нет циклов то из него то может существует сериальное расписание вот осознайте как будто что мне это лично туго дается вот если вот вам легко я буду за вас еще рад смотрите мы доказываем 2пл-теорема через две вещи сначала мы доказываем что она что вот мы берем встроим такие граф сериализуемости говорим что сериализуемые транзакции это только такие у которых в графе сериализуемости нет циклов мы это демонстрируем так а потом мы говорим что 2пл-теорема такие вот собственно графы и создает и только такие то есть она пропускает только такие расписания для которых существует которых граф и выглядит не содержит циклов понятно да значит смотрите давайте разберемся с первым тезисом вот что семантически означает вот этот цикл когда мы рисуем узел из отсюда сюда мы с точки зрения конфликта да вот с точки зрения наших перестановок говорим что t1 должна начаться даты дата 3 вот она у нас действительно началась дата 3 и если как бы обратный бы вершину не существовало мы бы могли его и закончить до до 3 когда мы рисуем вершину в обратную сторону мы говорим что t3 должна начаться дата 1 и действительно здесь t3 сначала пишет x вот этот конфликт нам вредит да то есть t3 записала x которая потом может допустим здесь был бы рит да давайте упростим чтобы в write write это сложно для понимания вот допустим здесь ритм не суть да ничего не меняет то есть t3 записал некое значение которое потом ты один прочитал не понял если тут был редикс и тут был бы редикс то вообще было бы все божественно конфликта бы не было ритм с ридом не конфликтует а вот ритм с ритмом конфликтует у райт с райтом конфликтует конфликта в райта с ритм сложнее так сказать осознать поэтому я понятно да то есть как бы мы должны сначала вот весь блок этих стейтментов либо в расписание поместить куда-то выше но мы не можем потому что как бы фактически она вот этот rx нам мешает вот теперь смотрите предположим значит что этого этой грани нет есть очень простой способ из графа сериализуемости построить сериальное расписание мы просто берем и удаляем из него вершину в которую не входит ни одна другая она гарантирована в циклическом графе есть до первая самая миша в который никакая другая не ходит это будет первая транзакция в итоге после удаления этой вершины у нас остается опять же циклический граф мы находим в нем следующий вершин в который не входит ни одна другая таких вершин на самом деле потенциально может быть много то есть мы можем например вот так сделать нормально абсолютно у нас может вообще граф состоять так что здесь где-то еще . сидит да он не обязан быть вообще связано полностью и вот удаляя из него вершины в которую не входит ни одна другая ни одна дуга мы создаем последовательное расписание выполнения транзакций понятно почему она будет последовательно вот теперь давайте разберемся с 2 пель теоремы смотрите да это я уже произнес почему 2 пель теорема гарантирует нам отсутствие циклов предположим обратное предположим что у нас мы соблюдали 2 пель принцип но в графе есть цикл вот что означает наличие циклов графе что мы сначала вот для существует некая транзакция которая прочитала некое значение да или там работала скажем так с неким значением после этого ну как сказать но сама по блин конечно я не могу так мудро и формально сформировать как вам сформулирует учебник но что само понятие цикла означает что у нас с каким-то значением была допущена то есть лог который мы берем в 2 пели расписание должен быть барьером для входа в процесс выполнения конкурирующей транзакции то есть если у нас есть вот такая вот дуга это означает что мы конкурентно здесь прочитали некое значение или записали его и и после этого с этим значением работали здесь до не дожидаясь завершения этой транзакции ну то есть вот как бы это достаточно на самом деле сама идея достаточно тривиально вот можно под можно обсудить судить по-другому когда мы удаляем вершины из графа у нас в цик в циклическом графе остается этот сам цикл да то есть мы удаляем все кроме цикла если мы удаляем все по кроме цикла значит существует некая последовательность действий в реальной истории до когда сначала мы выполнили шаг в т1 потом мы выполнили некий зависимый шаг в т3 потом мы выполнили снова зависимая т3 шаг в т1 но само накопление локов должно было это предотвратить если локи не накапливается то действительно такое произойдет на насчет того что мы накапливаем локи не отпускаем локи до конца транзакции то как бы этого произойти в принципе не может то есть как бы локи задерживают продвижение конкурирующих транзакций вперед теперь блин я не знаю как лучше объяснить вот тут на бумажке написано что мы лок вешаем не на т1 лок вешаем на x так и потом заканчивается лок отпускается начинается например т3 которая зависит от т1 по x потому что смотрите вот что должно произойти в всереализуемом расписание вот этот вот вот это вот фактически вот это выполнение оно должно будет приостановить выполнение вот попытка вот сделать эту операцию приостановит выполнение т3 потому что владельцем лока на x является т1 на данный момент а т1 еще не завершилась она завершается только вот в этот момент давайте моменты прессу пора счета 78 то есть смотрите в момент один т1 берет лок на x потом т3 начинает выполняться бла-бла-бла доползает до сюда до седьмого момента до пытается взять лок на x и в апель гарантирует что т3 заблокируется в этот момент и прекратить свое выполнение до какого момента до коммита до восьмого то есть фактически как бы два пели расписания нам вот этот момент она утащит вниз и то же самое со всеми остальными конфликтами теперь смотрите хотелось бы чтобы вы так в качестве бонуса а осознали пару выводов из этого вот все вот все реализуемость едва пель не эквивалентны я уже приводил этот пример в начале лекции и значит хотел бы повторить его то есть смотрите вот есть класс сериальных расписаний небольшой до сериальные расписания это такие когда все действия одной транзакции выстраиваются строго друг за другом это некое множество расписаний есть сериализуемое расписание да это некое более широкое множество но все сериальные расписания естественно сериализуемые для их сериализации не надо ничего делать поэтому один класс строго входит в другой теперь есть два пели расписание и 2 пели расписание выглядит вот так есть целый ряд расписаний которые являются сериализуемым и но не является 2 пели в частности я вам приводил пример значит такого рода расписаний это история с вот с этим blind right в 1x в 1x в 1x вот технически это расписание сериализуемое но с помощью 2 пели вы сериализовать невозможно 2 пель ну такое расписание просто не допустит вот то есть у нас будет вот так все сначала сюда дуга а потом отсюда сюда дуга второй момент который хотелось бы обсудить да здесь у меня в слайдах вводится более подробная теория вот так выглядят все классы расписание мы про остальные классы отдельно должны будем поговорить что еще вам хотел сегодня сказать а а значит второй момент который стоит рассмотреть это то что 2 пели как механизм не идеален смотрите разберем вот просто простейшую историю да разберем вот такую вот историю значит понятно что это не 2 пели сериализуемая история да но как 2 пели скетчиллер будет вести себя на таком расписание запустится транзакция т1 захватит лог ну лог не эксклюзивный этом отдельно можем поговорить но вот этот вот statement пройдет так после этого т1 запробует захватить эксклюзивного потому что происходит запись да и будет ждать r1 после этого царя здесь двойка конечно будешь до ждать второй транзакции после этого вторая транзакция начнет выполнение и будет ждать уже вот этого рынок то есть сам подход с локами принципе проблемный потому что существуют сценарии в которых возникают взаимные ожидания дэдлоки то есть как бы одна из причин по которой в принципе существует вот multi version concurrency контроль на которую вы ссылались да когда у каждой транзакции есть свой ридвью свое значение x и они как бы за счет этого пытаются про выполниться конкурентно параллельно значит они в основном существуют не из-за того что 2pl плоха недостаточно расписание пропускает из-за того что вот любая реализация она скажем так она требует том числе реализации дэдлок детектора и в принципе сами дэдлоки как как класс проблем они очень неприятны при работе пользователя то есть даже если мы скажем что у нас есть дэдлок детектор вот смотрите здесь же очень простая транзакция я сначала читаю x потом пишу запускают и транзакцию в кучу трэдов кучу потоков и они у меня внезапно начинают убортиться да то есть вот драйвером чтобы вы понимали просто почему у нас существует что-то кроме 2pl что то что мы будем рассматривать дальше в основном юзабилити вообще все базы все проблемы которые решают база данных не помню на какой-то из лекций кто-то спросил да какой основной челлендж у имплементов база на это 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 простота простота продукта простота собственно концепции с которыми мы работаем то есть вся реализационная теория в каком-то смысле рухнула потому что она оказалась недостаточно проста для не академических кругов вот то есть недостатком 2pl как механизма в лоб является дедлоки там там целый ряд проблем мы более подробно блокировки разберем и там дедлоки hotspot и в целом lock contention мы все эти термины отдельно будем разбирать так а но есть еще последняя тема на сладкая эта тема собственно про то что собственно что мы именно блокируем посмотрите мы до этого говорили про какие-то эфемерные x и y хотя нет наверно не надо кого вас опустить отдельно давайте вам следующее скажу вот то как мы рассматривали эту модель некое упрощение есть у нас операции не только там чтение записи значения у нас есть вставка удаление проблему которую мы здесь в принципе как-то не рассматриваем эта вставка предположим что у нас есть транзакция которая считает средняя среднюю температуру по больнице пока транзакция считает это средняя температура она честно в виде 2 пели берет блокировки на то что она она читает да это просто ридонная транзакция на видит пациента измерять температуру берет блокировку идет дальше в это время в больницу появляется новый пациент понятно да то есть важно не только как мы блокируем но и что мы блокируем для того чтобы решить проблему так вот такого рода фантомов до появляющихся значений важно блокировать в том числе не существующие значения то есть вот как бы сама понять она эта вся история она будет работать если у нас либо множество значений которые мы блокируем она конечно и либо мы каким-то образом запрещаем изменения относительно того что вот уже прочитано для того чтобы михаи механически это реализовать существуют специальные виды блокировок например есть такое понятие gap lock gap это вообще дырка ну то есть брешь такая вот gap может быть в корабле там пробили кто-то торпеда да big gap вот это вот термин gap lock соответственно это лог на значения которых в данный момент в базе данных нет допустим от трех до шести вот мы прочитали тройку потом мы читаем сумму и мы передвигаемся к следующему элементу следующими на шестерку вот мы заблокировали этот интервал либо мы можем заблокировать интервал от самого маленького элемента в данный момент присутствующего в таблице до до бесконечности это тоже gap lock вот с этими условно говоря костылями блокировки уже обеспечивают полную консистентность действительно операции так а вот про это про разные уровни изоляции нам нужно видимо будет разбирать отдельно что на этом я бы хотел сегодня все завершить в целом в качестве домашнего задания просьба погуглить разного рода таблицы так и такого рода ipad и порисовать для них графа сериализуемости это вот если вы научитесь рисовать граф сериализуемости вот эти вершины то мне кажется материалов то вам станет интуитивно понять следующая тема которая следует за этим это специальные виды локов и вообще как промышленное значит субд применяет эту теорию потому что в промышленных субд то есть вот как бы вот мы говорили про некий x и y а какова гранулярность лока x и y а как все-таки обеспечить более высокую приспускную способность то есть мы уже прям про применение этого подхода поговорим потому что подход до сих пор широко применяется я отдельно готов ну то есть я не знаю я ли гоша рассказать почему собственно локи до сих пор широко применять смотря на наличие мвсс после этого мы разберем вот именно другой подход к обеспечению сериализуемости это так называемая optimistic schedulers то есть вот это вот лапель скейджелер он берет блокировки оптимистик скейджелер он немножко иначе действует но тоже доказано что он продуцирует сериализуемое расписание вот и под видом оптимистик скейджелера является мвсс скейджелер который сегодня является самым промышленным более распространенным то есть это oracle это mysql это ну да на уровне блоков впрочем по моему у них всегда было мвсс но у них я не знаю у них по-моему мвсс на уровне блоков все-таки они на уровне строк ok postgres да засчитываем сюда postgres а значит вот то есть это скажем так мейнстрим и мвсс совсем уже как бы мякотка это то что мвсс не продуцирует в ста процентах случаев сериализуемое расписание то есть вот так называемый snapshot isolation который мвсс как подход дает он не строго сериализуемый то есть там есть аномалии вот и вот если говорить о позже то позже является единственной субд которая для реализации сериализуемого сериализуемой изоляции использует так называемый serialize был snapshot isolation это уже развитием виси си вот когда вы ворок ли или в mysql врубаетесь а реалай забылой солейшин мод у вас под капотом начинает 2 пели работать то есть там есть мвсс но когда вы врубаете serialize был в качестве изоляции и мы это отдельно про это поговорим на следующих то есть это ток зачем нужен в принципе 2 пели до сих пор почему он до сих пор реванчик почему с него стоит начинать разбирать все эти истории